Всем доброе утро. Ну что, сегодня у нас уже 11 июня, и сегодня вечером мы улетаем, а улетать совсем-совсем не хочется, когда отель хороший, когда все понравилось, совсем не хочется улетать. Мои уже хотят, а я бы еще на деньков 5 бы осталась. Я люблю отдыхать, я люблю наслаждаться вот таким вот утренним видом, утренним морем. Мне очень нравится. Сейчас у нас 8 утра, почти никого нет на пляже. Правда сейчас кучки, но все равно тепло. Море прям так лежишь, оно тебя так ласкает. Красота. Лежишь и наслаждаешься. У меня вчера вечером закончился интернет. А мне же нужно еще видео делать, и на сегодня целый день мы в отеле будем находиться. Пошла, продлила еще на 2 дней. И в итоге все вместе. Рома у нас не продлевал интернет, ему хватает, которые здесь бесплатные, 1 гигабайт. Понятное дело, что сыну тоже нужно где-то полазить, кому-то там что-то переписать, видео и так далее. Ну и мне, понятное дело, для ютуба. Все вместе у нас обошлось. Марсель брал на 8 дней, я на 8 дней. И вот вчера взяла еще на один день. 24 часа. У нас все вместе вышло, мы за интернет заплатим, когда будем выезжать, 40 ойра. Я считаю, это нормально, потому что интернет хороший, быстрый. У меня буквально уходит на... Обрабатываю видео. Мне не нужен интернет. А вот именно, чтобы с моей папки перегрузить видео на сам ютуб, мне нужно буквально полчаса. Это вот прям быстрая скорость. Действительно, здесь стоит брать интернет, если вам нужно для работы. Он здесь хороший, быстрый. Что насчет комнаты? Нас сегодня из отеля забирают в полшестого. Комнату нужно освободить в 12.00. Но мы хотим спросить, чтобы комнату нам продлили. Не знаю, получится, не получится, продлевают здесь, не продлевают. За деньги, за бесплатно, не знаю. В общем, сейчас у нас уже начало 9-го. Потом попозже в 9 утра подойдем и спросим насчет комнаты. Рома сейчас ходил на ресепшн, спрашивал насчет комнаты. Комнату продлить можно. Я напомню, что нас сегодня нужно забрать в полшестого. Чтобы нам в комнате остаться до 15.00, мы должны будем заплатить за троих 30 евро. Чтобы нам остаться вот тютелька в тютельку, будем говорить, до полседьмого в комнате, за троих 100 евро. То есть получается, как бы, ну, как будто за полный день, если ты сюда приедешь отдыхать, ты, наверное, такую стоимость и заплатишь. В общем, мы решили, чтобы никуда не бегать, ни по каким спа-центрам в душах не купаться. Мы решили остаться до 18.00, до полседьмого, вы не говорите так, и заплатим 100 евро и все. Вернее, уже Рома сейчас наверху будет платить. Я здесь пока еще то на море, то у бассейна. В общем, как-то так. Хотя этот день у нас полностью обходит стоимость, да, ну, как обычно. Выезжаешь там в 12 с комнатой, все. Хочешь остаться, ну, вот так, чтобы 100. Мы еще так ни разу не доплачивали. Как бы 100 евро, это, конечно, многовато. Ну, а что поделать? В чемоданах искать вещи какие-то, чтобы переодеться? Нет, не хочу. Так будет комфортней, удобней для нас всех. Субтитры делал DimaTorzok мы уже приехали в аэропорт вот здесь в начале вы видели мало было народу когда вот уже вовнутрь прошли чтобы багаж сдавать не скажу что много как обычно я бы сказала каждый стоит возле своего окошка мы тоже уже стоит окошко у нас 233 234 там пока стоит уфа еще не все прошли подождем пока до подождем когда у нас будет кельн стоять мы по-прежнему стоим ждем чтобы сдать багаж и стоим уже час а нас всего только на строя из нашего отеля еще одна семья 4 человека тоже из нашего отеля мы только сколько ты 4567 7 человек вот стоим чтобы лететь на кельн остальных нет а почему нет потому что наверное их предупредили а про нас забыли нам рейс перенесли еще на один час позже вообще изначально мы должны были вылететь вылетать когда я говорила 20 чем-то это когда мы еще дома были потом мне пришло на крон и путь сообщение что нас наш рейс переносится на три часа позже то есть 23 а теперь вылетаем оказывается еще на час позже как-то так может быть такое что и еще перенесут не знаю мы продолжаем сейчас мы продолжаем вот как я Продолжение следует... 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 Продолжение следует...